Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о наших результатах и о том, зачем мы лезем в глубины психики. Этот вопрос мне задавали многократно на ютубе. Зачем вы раскладываете структуры высшего я, души, зачем вы лезете в эго и так далее, что там интересного. И вообще это типа херня, которой не стоит заниматься. Давайте обо всем подробно. Вчера я получаю сообщение, которое говорит Наташа Андрей, спасибо вам большое. Марк начал много болтать и повторять слова. Оказывается, он много знает, все буквы, цифры называет правильно, все цвета знает и вообще умничка. Предыстория. Недели три назад, плюс-минус, мы работали индивидуально на индивидуальной консультации, дистанционно с мальчиком. Точнее с его бабушкой для начала, но в поле зрения попал ребенок. Ребенку 6 лет. И вот как прислала бабушка сегодня, еще раз прочитаю письмо, что вы видите, это все достоверно. У Маши, это у мамы мальчика, были тяжелые роды, длительностью 36 часов. У ребенка произошла гипоксия. На это не обращали внимания, все равно было сделано две прививки в роддоме. Через два года заметили, что Марк не развивается, как обычные дети. Не было с ним никакого контакта, не разговаривал. Долго ходили по докторам разной специализации, прошли кучу разных обследований. Доктора поставили диагноз аутизм. Сейчас Марку 6 лет, и он начал разговаривать после нашего сеанса. Наталья и Андрей блестяще справились с его страшным диагнозом, убрав блоки в голове. Спасибо вам за помощь, спасибо, что вы есть. С уважением, Галина. Это бабушка. Я попросила прислать фотку с диагнозом, чтобы в дальнейшем сделать полноценный ролик по этому делу. И уточнила, что написано в карточке, потому что, когда мы с ним работали, возникало слово эпилепсия. Уточню, сначала ставили аутизм, потом эпилептический синдром. Для того, чтобы показать, что история не придуманная, сними, пожалуйста, видео в полном размере. Вот наш Марк, который играет с папой. Ну, я остановлю пока, чтобы не зависало видео, потом это может понадобиться. А вот этот вот ролик, для чего я сейчас снимаю, для чего я его делаю? Для того, чтобы не только мы могли работать с такими детьми. Потому что сегодня проблема аутизма реально нарастает. И люди, которые начинают работать с мамами, с папами, они делают какую-то реабилитацию, но они в структуру психики не заглядывают. Господа, в нашей психотерапии, даже если вы возьмете высшее я, каждый говорит о своем понятии. Кто-то ставит высшее я выше души, кто-то ниже души. Кто-то вообще высшее я признает чем-то ненужным. И у всех своя терминология. Полный бардак. Но если вы загрузитесь вот в инфодайвинге, во внутреннее состояние сознания, это абсолютно конкретный отдел психики. Абсолютно конкретный. И я сейчас объясню, в чем была проблема у этого ребенка. Нарисую. Можешь брать крупным планом. Ну, я пока буду рисовать потом, если что, крупным планом. Суть в том, что в структурах нашей психики есть вот такая тема. У нас есть душа. У нас есть высшее я. Вот оно. У нас есть эго. И у нас есть ум. Все они между собой энергетические и информационно связаны. А это душа. Так вот, высшее я относится к нашей матричной структуре. Душа выше. Это энергия с информацией. Играет в нашей симуляции душа. А вот это наша матричная структура. Высшее я, ее представитель здесь. Тот сосок, который наполняет ресурсные травмы, из которых потом строится наша картина реальности. Так вот, когда мы заглядываем в структуру психики ребенка, вот в данном случае Марка, мы увидели одну интересную штуку. У него высшее я было вот здесь блокировано, как клеткой. У этой клетки были рамки. И эти рамки, вот на тот возраст до двух лет, как позволили развиться высшему я, так дальше они не позволяли ему развиваться. То есть обмен энергии и информации вот с этими структурами был блокирован. Интеллект ребенка развивался, потому что программа ума в одностороннем порядке получает энергию и информацию от души напрямую. Здесь есть эта связь. В обратную сторону нету. А вот для того, чтобы в этой матричной структуре играть, надо, чтобы все структуры были в балансе и развивались абсолютно гармонично. Что мы сделали? Единственное, что в данном случае надо, чтобы люди, которые работают с этим заболеванием, и которые видят вот эту вот клетку, вопрос, откуда она возникла, вопрос, кому мы ее вернули, и потом обратно к тому хорошему человеку, который это сделал. А это, возможно, не один человек, а тот, который разрабатывал эти прививки. И вопрос, прививки ли? Тут очень много вопросов. Но тому сознанию, которое работало с этим делом, мы это все и вернули. Я не отношусь к добрым людям, которые эти вещи прощают, и вот ха-ха-ха, дайте свет Творца, и больше ничего не будет. Будет, трендели будут. Так вот, вот эту вот структуру надо было просто разобрать. Где моя тряпочка? Ну, я пальчиком, да? Вот разбираем мы ее полностью, эту клеточку. И вот эту вот часть приводим в баланс. Она, оказывается, за это время развивалась до клетки. Потом она получила, что у нее не хватало времени на развитие. И спустя три недели у Марка начала интенсивно развиваться речь. Полностью восстановился интеллект. И вы видите, ребенок-аутист в прошлом, который разговаривает. Оказывается, в медицине есть теория, если речевые центры не развились до пяти лет, то они уже не разовьются. И получается, те дети, у которых были повреждены речевые центры, и не факт, что они не находятся вот в такой вот клеточке, как была у Марка, да? Клеточке высшего Я. А клеточка может стоять и над эго, клеточка может стоять и над программой ума, где угодно. И эти структуры могут дисбалантить, а могут быть вот здесь энергообмен между ними нарушен. Или вот эта связь может отсутствовать, например, с душой. Всякое бывает. Эти связи все восстанавливаются. Это все делается. И получается, что в принципе физиологией наработать нейронные определенные связи и для того, чтобы запустить речь, хватило три недели. Вот это физиология. Представляете, господа? Так вот в это надо лазить. Это надо изучать. Это надо смотреть. И это надо прогонять. Не обязательно, что у всех аутистов будет такая картина. Совсем не обязательно. Мы все очень индивидуальны. У Марка такая картина была. У кого-то, возможно, будет другая картина. У кого-то, возможно, эта клетка будет блокирована вот здесь. И тогда у него будет парализован и развитие интеллекта тоже. И развитие личностных структур тоже. Клетки бывают разные. Бывают не только клетки. Бывают, бывают, бывают. Случаи разные. Если мы видим структуры, мы можем с ними работать. Если мы структуры не видим и не знаем их функций. Вот, например, высшая я, когда я нарисовала простым, я вам соврала, да? Я вам не договорила, точнее. Потому что высшая я тоже имеет структуру бутерброда. И там внутри структуры тоже могут быть изменения. Это надо изучать, исследовать. И под каждое заболевание будут свои изменения, нарушения вот этих структур, господа. Так вот, для того, чтобы это делать, надо видеть. А для того, чтобы видеть, надо уметь грузиться в определенное внутреннее состояние сознания. А для того, чтобы грузиться, надо уметь управлять своими чувствами, своими реакциями, своими инстинктами. Надо быть достаточно осознанным человеком. И вот об этом инфодайвинг. Если у вас есть желание к этому прикоснуться, я приглашаю даже врачей. Потому что мне сейчас тяжело. Я говорю очень много экстрасенсорной терминологии. То есть, что я вижу, то я и пою. А в медицине уже есть своя терминология. И у меня есть проблемы, как это положить все на научный язык. Но я думаю, что я с ней справлюсь, потому что вокруг меня много единомышленников, которые понимают, насколько это все серьезно. И насколько можно изменить медицину, помочь в здоровье человека, разобрать те заболевания, которые сегодня считаются неизлечимыми, неизлечимыми по косточкам, и реально сделать их излечимыми. Я всего лишь привела сегодня один пример. И один результат. А такие результаты у нас уже есть. И по болезни Паркинсона, и по более мелким заболеваниям, более мелким проявлениям жизни. Я уже не говорю по тому, чтобы человека просто стабилизировать, сделать счастливым, как-то выровнять его отношения и наладить его жизнь. Вот как-то так. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok